Это проект Давай Оденемся и я, Алена Милина, программа о стиле со смыслом. Кто сказал, что счастье нельзя купить за деньги, тот просто не знал, где можно совершать покупки. Ну а мы прямо сейчас раскроем все тайные места. В жизни очень спортивный, веселый человек. Главная задача этих туфель – просто сделать вас звездой мероприятий. Почему взрослые об этом не знают, что его нужно уметь составлять хорошо? Дети и то в курсе. Смотрите, какие они необычные. Туфли-золушки, можно прямо сказать. И к этому образу я хочу подобрать черную косуху. Мода для детей – это отдельный вид искусства. Да и сами дети отлично разбираются в фэшн-индустрии и даже готовы пройти наше испытание стиля. Прямо сейчас юные модели отправятся на шоппинг, подберут образ, но а стилист обязательно оценит их старания. Мы находимся у магазина «Акула» и рядом со мной три участницы. Три невероятных модели из модельной школы «Вики Моделс». И сегодня девчонки пройдут испытания стиля. Ну что, девчонки, привет! Давайте с вами знакомиться. Меня зовут Полина. Так, а что ты любишь, Полина? Сколько тебе лет? Мне 10 лет и я очень люблю рисовать, петь, играть на фортепиано. И обожаю ходить в модельную школу «Вики Моделс». Занимаюсь там уже третий год. Меня зовут Виктория, мне 11 лет. Я хожу в модельную школу второй год. Я очень люблю там заниматься, там все очень интересно, занимательно. Я люблю танцы, бисероплетение и многое другое. Меня зовут Кристина, мне 11 лет. Я очень люблю заниматься в модельной школе «Вики Моделс». Я хожу уже туда второй год. Там очень много интересного, познавательного. За второй год я уже стала почти полноценной моделью. Я люблю играть на фортепиано, я занимаюсь в музыкальной школе и очень люблю английский язык. Сегодня вас ожидает очень интересное задание. Вам нужно будет подобрать в магазине Акула для себя образ. Вы будете делать это самостоятельно. И задание сегодня такое. Вам нужно подобрать весенний повседневный образ на каждый день. Сразу после того, как вы подберете свои образы, вас будет оценивать наш профессиональный стилист. Ну что ж, у вас есть буквально 15 минут на то, чтобы выполнить это задание. Отправляйтесь на шопинг! Ну что, у нас сегодня впервые такие юные участницы, но я уверена, что у них все получится. Я выбираю эту одежду, так как в жизни очень спортивный, веселый человек. Я хочу показать в этой одежде, рассказать о себе, о моем характере. Я подбираю что-нибудь спортивное. И у тебя на толстовке написано «Позитив». Да. Ты веселая? Да, очень. Я выбираю что-то вот прям весеннее с цветочками. Я пока что выбрала штаны. Они у меня с цветочком. Тоже с цветами. Вы поняли принципы, да, твоего выбора? Все, что с цветами, ты все себе забрала. Да. Ну, я хочу выбрать эти клеш-бежевые штаны, потому что я очень люблю все широкое, красивое. Также я хочу к этим штанам подобрать себе как водолазку. Ну, это маленькое, а потом большой размер себе возьму. Мне кажется, очень красиво. Я люблю сочетание разных коричневых, бежевых оттенков. Как ты понимаешь, что с чем сочетается? Ну, нас научили в модельной школе. Цвета компенсировали друг друга, чтобы они дополняли друг друга, и чтобы костюм смотрелся интересно, не однообразно. Нашла вот такие курточки. Так. Мне они сразу же понравились. У тебя будет прям супер многослойный образ, да? Да. Его тоже нужно уметь составлять хорошо. Почему взрослые об этом не знают, что его нужно уметь составлять хорошо? Дети и то в курсе. И к этому образу я хочу подобрать черную косуху. Ух ты, слушай, ну это очень смело. Ты дерзкая девчонка? Ну, иногда бывает, да. Оверсайд сейчас в тренде, брюки широкие в тренде, кожа в тренде. Поэтому мне кажется, что ты... И у меня даже мама, и вообще многие люди сейчас ходят в кожаном. Ну, конечно. Многие модные люди, ты забыла сказать, да? Да. Точнее, нет. Музыка. 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 Ну что ж, девчонки, вы справились со своим заданием. И к нам присоединилась Карина Дашук. Она стилист, и прямо сейчас она расскажет, кто же сегодня у нас победил. На кону, напоминаю, что у нас сертификат на шопинг. Магазин Акула на 10 тысяч рублей. И кто-то из вас сегодня его получит. Они все такие яркие, красивые. Они с таким трепетом подбирали вещи. Я прямо очень вдохновилась. И я хочу сказать, что и приз у девчонок такой классный, что я сама им завидую. Я тоже хочу на шопинг в Акулу. У Полины мне очень нравится ее природная цветовая гармония. Как она сочетает цвета и оттенки. Как она поработала с фактурами. Потому что она использовала и кожанку, да, и брюки. Разбавила все это очень интересным свитером в полоску. Мне очень нравятся как раз-таки пропорции. Что брюки, они у нас не покрывают. Щиколотку, да, они укорочены. Такие, как кюлоты для весны. Я считаю, что это идеальный вариант. А Вика, мне кажется, решила создать такой уличный стрит-дэнс, какой-то хип-хоп образ. Наверное, она вдохновлялась танцорами и уличной культурой. Мне очень нравится, что Вика выбрала кожаные брюки. Они вот добавляют такой хулиганистости в наш образ. Помирила, подружила я эти брюки вместе с толстовкой. И еще решила все окончательно добить джинсовой курточкой. Джинсовая курточка и деним, как всегда, супер актуальны в этом весеннем сезоне. Поэтому тоже образ суперский. И Кристина. У Кристины, на мой взгляд, получился с точки зрения цветовых сочетаний прямо вот такой супер весенний образ. Потому что те цвета, которые она использовала, они у нас... И цветы, кстати говоря, на свитшоте, они прямо нас вот окунают вот эту... Ух ты, да? Прямо окунают нас в весеннюю романтичную атмосферу. Цветово очень гармонично. Карина, кто же сегодня победил, по твоему мнению, на кону 10 тысяч рублей сертификат на шоппинг-магазин Акула? По моему мнению, наиболее удачный лук для весеннего сезона получился у Кристины. Молодцы, девчонки! Кристина, этот сертификат на шоппинг-магазин Акула на 10 тысяч рублей теперь твой. Я думаю, что ты с удовольствием заберешь этот образ. И теперь будешь самый модный и стильный. Девчонки, не расстраивайтесь, потому что вы невероятно классные, занимаетесь такой крутой студией Вики Моделс. Я думаю, что у вас все ваши победы еще впереди. Ну а, Кристина, тебя мы поздравляем! Ура! Весна. Самое время для обновления обуви. Что выбрать? Удобные собаки или красивые туфли? Наши стилисты знают, где найти пары по суперценам. Так, чтобы вам не пришлось выбирать. Прямо сейчас раскроем все секреты. Всем привет! Меня зовут Анастасия Абрамова. Я персональный стилист. И сейчас мы находимся в магазине «Союз обувь». И я вам расскажу о трендах этой весны. Я хочу начать с таких моделей, как резиновые ботинки. На самом деле, издалека тут даже не понять, что они выполнены из этого материала. Но, если присмотреться, то это именно так. Здесь у нас три модели, и каждая из них выполнена в своей фактуре. Первая из них глянцевая, вторая как будто бы замша, и третья у нас под рептилию. То есть здесь у нас идет прям структура такая на поверхности. Чем хороша эта модель? Тем, что она выглядит не как резиновые сапоги. Она выполнена в очень модной и актуальной форме ботинок «Челси». Абсолютно универсально. Можно сочетать с чем угодно. С джинсами, с брюками, даже с юбкой. Мы можем брюки наши заправить внутрь ботинка, можем оставить поверх. Они могут быть укороченные, длинные. Здесь уже по вашему желанию. Переходим к более нарядной теме. И я хочу обратить ваше внимание на ботильоны с острым носом, выполненные из лаковой кожи. Острый нос – это тоже все очень сейчас стильно, модно. Здесь у нас идет строчка по центру. Очень женственные и стоят они, кстати говоря. Давайте посмотрим. Всего 3500. Также есть они еще и в других цветах, и в других фактурах. Также можно носить эти ботильоны с платьями, с юбками. Но я рекомендую длину ниже колена. Миди или макси. Также хочу обратить ваше внимание на модель каблука. Мы видим, что это вроде бы как шпилька, но снизу каблучок такой достаточно расширенный. Это дает удобство. Обуви, честно могу сказать, по себе, потому что у меня есть точно такие же, только черные. Огромный плюс магазина «Союз обувь» в том, что здесь есть не только базовая обувь, которая подходит под определенный сезон. Здесь всегда можно найти яркую, неординарную и супертрендовую обувь для любого мероприятия. Начнем вот с таких вот туфель. Выполнены они из атласной ткани. Акцентный бантик из сеточки. Вот эта вот перемычка очень изящно смотрится на ноге всегда. Достаточно комфортный каблук. В общем, главная задача этих туфель – просто сделать вас звездой мероприятия, звездой любого события, где вы будете находиться. Данные туфли выполнены из атласной ткани, и они очень приятно мерцают, создают такой жемчужный эффект. Именно это является трендом сезона. Как раз таки вот эти яркие, необычные фактуры. Смотрите, какие они необычные. Туфли-золушки, можно прямо сказать, на полном серьезе. Стоят всего 2500, но в таких туфлях вы не останетесь незамечены, и это уж точно. Каблук. Посмотрите, какой яркий и акцентный. Как раз таки это является тоже трендом. И будучи в этих туфлях, сразу будет видно, что вы в теме стиля и моды. Здесь можно брать какие-то легкие платья, воздушные текстуры. Также можно наоборот на контрасте сделать и надеть какой-то более строгий вариант. Таким образом, туфли будут выглядеть очень контрастно относительно стиля в данном случае. Это могут быть брюки, платья, юбки, костюм. В магазине «Союз обувь» всегда огромный ассортимент мужской обуви. Сейчас мы рассмотрим на примере кроссовок. Форма данных кроссовок массивная. Она может подойти и к джинсам, и к спортивным брюкам. Все эти модели вы можете найти в магазине «Союз обувь». Я желаю вам яркой, стильной весны. С вами был стилист Анастасия Абрамова. Быть на обложке глянцевого журнала. Для кого-то мечта, а кто-то сам создает эту реальность. Прямо сейчас познакомим вас с фэшн-фотографом из Кирова, у которой уже не один десяток публикаций в иностранных журналах. Ну что ж, друзья, сегодня мы находимся на съемке. Рядом со мной фотограф – это Макс Ирман или Ирина Максимова. Потому что очень многие думают, что за этим псевдонимом как раз скрывается чаще всего мужчина. Мужик с бородой. Почему такое именно псевдоним? Меня до этого вдохновил фотограф, который тоже у него было женское имя, а это оказался мужик. Но были потрясающие съемки. Я когда узнала, я думаю, блин, а я так же хочу, потому что в России в основном заказывают на съемки мужчин. И это как бы более финансово было выгодно. Поэтому я взяла так и была достаточно успешна. Все, кто знал Макс Ирман, думали, это бородатый мой зеркалкой. Скажи, пожалуйста, что сегодня происходит? Потому что, несмотря на то, что за окном холодно, минус, но здесь стоит просто какая-то теплая атмосфера и солнце, и даже песок. Да, сегодня такая балийская атмосфера. Мы снимаем проект сегодня «Любовь сквозь жизнь» называется. Вдохновившись фильмов «Три тысячи лет желаний», если кто-то смотрит. Как ты вообще готовишься к подобным съемкам? Потому что, знаешь, даже эта съемка у тебя планируется на публикацию в иностранном журнале. Самое главное – это страсть. Если внутри страсти нет, ничего не получится. Ну, то есть вот из батюшка за деньги не получается. Вот если внутри этот огонь, он разжигается, придумывается, складывается, обсуждается, компонуется, соединяется, и все получается. Вот даже сегодня солнце. Мы не ожидали, что будет солнце, хотя там минус на улице. Здесь я чувствую себя как на Бали. Подготавливается весь концепт. Вообще, ну, собирается сначала картинками. Сначала идеи накидываются, мудборд собирается. Потом конкретизируется. Нам нужны вот такие-то вещи, нам нужны вот такие-то модели, такой-то мейкап, чтобы этот образ был цельный. И дальше я делаю раскладку примерно на 10-15 кадров, которые финально пойдут уже в журнал. То есть получается, что ты как будто бы предвидишь то, что необходимо зарубежному журналу в этот момент. Уже видишь какую-то картинку, и твоя задача – просто ее воплотить. Да, да, все правильно. А как у тебя, откуда это видение? Потому что в зарубежный журнал же там не каждый может попасть. Во-первых, я обучалась этой всего, ну, как вот складывать концепцию единую. И, во-вторых, наверное, чуйка, может быть, личная удача. И, не знаю, карма хорошая. А чтобы вы понимали, что не съемка у Ирины, то сразу же публикация в зарубежном журнале. Да, для тебя это уже реальность? Это уже реальность я, причем еще два года назад об этом просто мечтала. Сейчас эта вот съемка прошла, я отбираю конкретные кадры, отправляю, и фактически все кадры принимаются, и какие-то попадают на обложку. Когда попадают на обложку, это прям чудо. То есть, получается, у тебя сейчас три уже обложки? Примерно три обложки. И сколько? Публикации, по-моему, больше 20. По-моему, больше 20. Ну, это хороший уровень. За, наверное, два года обучения вот этот момент прошел, и фактически я поставила себе цель, что я хочу публиковаться, я хочу делать более качественную работу, продуманную, и мне нравится результат. Чаще всего какие страны принимают работу? Либо Америка, либо Испания, либо Италия. Это же вообще круто очень. Я вообще считаю, что Вятка – столица моды, а не Милана. Пам-пам. Столица фэшн. А, Нью-Йорк. Это точно. Почему у тебя именно выстреливают? Там не хватает, возможно, кадров. Там люди не так видят картинку. Итальянские волки, когда отправляю кадры, они принимают не все кадры. У меня в основном берут природу. И в зависимости от журнала, от редактора, который отсматривает, у них тоже есть определенная насмотренность и определенные кадры, которые им нравятся. Русских они очень любят, я считаю. Просто. И у нас есть, на самом деле, уникальная возможность – это зимнее время. Зимнего времени в других странах очень мало. А было ли такое, что у тебя была вот та съемка, в которой ты была уверена, что вот, я должна оценить, но по факту, возможно, ее не сразу взяли или вообще пока еще не взяли? Да, у меня были первые съемки. Я думаю, вау, вот это контент. Бывает, я не попадаю в ДНК журнала, и если я не попала в ДНК, это все, это, ну, не попадание в журнал. Что такое ДНК журнала? Журнал любит яркие какие-то помады, макияж, яркие прически, еще что-то. А бывает журнал, который любит эстетический стиль. Если я эстетиков отправляю в андеграунд, естественно, это не проканывает. И поэтому очень важно прощупать вот это ДНК журнала. Что ты можешь пожелать зрителям? Потому что для многих это мечта, и, возможно, у кого-то еще не было такого опыта. Возможно ли им как раз воплотить эту мечту в реальность? Возможно попасть абсолютно любому. У меня приходят девочки, которые просто мечтали, они считают себя полными, некрасивыми, где-то там нос большой, у кого-то что-то. Но это все внутри, и это можно проработать либо с психологом, либо самый простой и доступный способ прийти на фотосессию и в процессе понять, что все с тобой хорошо. Ты человек, у тебя все получится, в журнал мы отправим. Как говорит мой хороший друг, не ссать и делать. А сейчас предлагаю вам попробовать себя в роли дизайнера. Кстати, это совсем не сложно. Достаточно просто вдохновиться, посмотреть нашу рубрику хендмейд и, конечно же, с легкостью и старые вещи сделать ультрамодную. Здравствуйте, меня зовут Елена Романова, я профессиональный кастомайзер, а именно специализируюсь по росписи, по ткани. Сегодня я вам покажу три способа без особых навыков рисования и владения техник нанесения красок на рисунок, как кастомизировать вещь на примере вот этой серой безликой толстовки. Первый способ нанесения фона на изделие. Фон можно нанести с помощью подручных средств, например, зубная щетка, обычная кисточка для ремонта, либо вот такие вальки. Берем краску и наносим ее на кисточку. Далее берем следующий цвет, такой же яркий, насыщенный. Делаем тоже произвольно мазки. Как вариант, можно сделать брызги. Тоже берем яркий оттенок. Можно взять обычную карточку киточную и делаем так. А следующим инструментом мы возьмем валик, нанесем на него краску. Самый главный нюанс после каждого нанесения фона просушивать, можно феном. Вторым способом кастомизации является нанесение контурных рисунков, либо надписей, шрифтов. Это можно делать с помощью маркеров. Они выглядят как обычный фломастер и очень легко их использовать. Вот у нас получился такой великолепный мишка. Легко и просто. И третий способ кастомизации, самый легкий, это применение трафаретов. Для росписи по ткани используются специальные краски. Они так и написаны на баночке. Краски для ткани. В состав таких красок входят специальные смолы, которые при нагревании горячим воздухом, либо утюгом, либо феном, они как бы впитываются в ткань. Краски не стираются. Одежду можно стирать в стиральной машинке при 30-40 градусах. При покупке маркеров тоже надо смотреть указания, что они именно для ткани. Я советую использовать больше ярких, насыщенных красок в вашей повседневной жизни, и вы увидите, как все начнет меняться в лучшую сторону. С вами была Елена Романова. До скорых встреч. Пока-пока. Теперь вы знаете, что даже счастье можно купить. И даже знаете где. Приятных вам покупок. Это был проект «Давай оденемся» и я, Алена Милина. Увидимся ровно через неделю. Субтитры подогнал «Симон»